Отличная погода, красивая природа, активное времяпрепровождение в кругу единомышленников. На районы туристический слёт собрались мазыряне, которые любят ночевки на свежем воздухе. Несмотря на отсутствие благ цивилизации и наличие кровососущих насекомых. Стартовал слёт с полосы препятствий. Она включала 9 этапов. Собрать палатку, связать туристические узлы, проползти через мышеловку, пробежать вброд водное препятствие. 4 команды. Мозырские молочные продукты, Мозырь-соль, кабельный завод и НПЗ. Участники физически крепкие и выносливые. Все на позитиве. Это суперская полоса, которую я только видела в своей жизни. Я никогда не плавала по грязи в коленах. Проваливалась по самой ягодице. Грязь в воде. Все участники отмечали, пожалуй, самый сложный этап – бежать через речку тур, а после забираться по оврагу вверх. Кажется, что финиш близко, но тяжёлый манекен противогаза, да ещё и на носилках, отнимал заветные секунды. Полоса была достаточно коварной. Не такая трудная, но были такие коварные места на бревне и на водных этапах были такие места, где можно было немного потеряться. В общем, всё нормально. Я думаю, что наша команда должна победить. Кстати, Надежда Алексея Домосевича оправдались. Команда НПЗ победила в полосе препятствий. К слову, спортивное состязание – лишь небольшая часть программы туристического слёта. В целом, это семейный праздник, на который берут детей и домашних питомцев. Юным туристам было чем заняться. Я приехал со своим папой. Мне тут нравится свежий воздух, прикольное мероприятие. Но я гуляю, возле костра сижу. Конкурс фотографий, художественной самодеятельности, велоориентирования, а ещё обустройство походного быта и создание кулинарных шедевров – солевики подошли к этому делу креативно. Сегодня я расскажу, что мы приготовили. У нас был список. Мы предложили членам жюри выбрать блюда, которые они хотят от нас увидеть, что мы приготовим на костре. И выбрали цыплята-тандури из Индии, фалафель из Израиля, путин – Канада, фо – Вьетнам, венский шницель из Австрии, форикол – Норвегия и вареники из Украины. Если мы посмотрим на стол, то мы можем всё это увидеть, посмотреть, какие блюда у нас сегодня есть. Всё это реально приготовлено только на костре. Никаких электроприборов, ничего не было. Своими руками всё своё. Я приготовила хачапури по-ажарски. Оно сытное, аппетитное. Начинка просто конфетка, сочная. Всё приготовлено на костре. Можете посмотреть, обратить внимание. Вот так же оно представлено вот здесь, с бургерами. Районные туристические слёты на Мозорщине закрепились с 70-х годов. Но последние несколько лет они не проводились. Из-за аномальной жары, а после пандемии. Поэтому это мероприятие действительно долгожданное. Для главного судьи соревнования Александра Капустина – это 55-й туристический сезон. Основная концепция – это собираются единомышленники. Любители дальних странствий, походов, общения с природой, с друг с другом, общения на природе. Есть активное общение. Вот. Поэтому вот это одинаковое, что мы уже пенсионеры, что молодёжь. Вот это, наверное, самое главное, что объединяет. Ну, немножко есть разницы там в технике. Ну, время диктует свои там. В снаряжении. Я вспоминаю даже палатки, если были раньше один брезент и всё с колями. Сегодня вот на установке палатки, хопа, развернули и всё готово. Поэтому, ну, время диктует своё, как везде. Выходной на природе. Те, кто принял участие в туристическом слёте, об этом не пожалели. Активно отдохнули и зарядились бодростью на предстоящую рабочую неделю. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.